Пришло время прощаться с Марсом и Трух. Последний взгляд на этот город. На нас ждет Сива. Ну и вот такой вот у них тут гараж. Заваленный мусором. Не заводится. Друзья, простите, если вы меня не слышите. Но тут сплошной мусор. Вон и верблюды, ребята. Вот тебе и сафари. Пытаются прям деньги выманить тупо. Но мы не сдаемся. Походу, ночь в пустыне будет не очень приятна. Такая кровать на полу практически. Ну и комнатка розовая. Еще вам чуть-чуть лиза травочки. Оказывается, я не могу тут местных женщин видеть, наблюдать вообще. Если что, это оазис Сива. Египет, жара. Мы находимся сейчас в оазисе под названием Сива. А вообще путешествуем вот на этом вот байке. Кстати, уже тысячу километров проехали. С Каира вот до Сивы. Пока нормально все с ним. Маслица там подтекает, бензина нам хватает. Все там более-менее. Ну а так вот мы живем сейчас пока в серфингу. Вот в этом вот здании сзади меня. Сейчас покажу вам чуть-чуть внутренности. Знакомьтесь, вот так вот наша комната выглядит. Есть окошко, но оно закрыто ставками, поэтому здесь темно. А сейчас на улице солнышко. Ну так не скажешь. Такое ощущение, что ночь. Тут вот мы спим с Мариной. Какие-то еще, не знаю, тут чуланы. Обычный, старинный какой-то шкаф. Какие-то вещи. Стены обычные покрашены в розовый цвет. Никаких обоев нету. Они не используют. Вот такого вида розетки. И включатели, выключатели. Здесь мы, значит, проводили ночь. Дальше тут вот такая вот зона. Как вот на первом этаже тоже самое. Просто так сидеть можно, наверное, может общаются. Не знаю, может что-нибудь кушают там. Потолки, кстати, прикольные вон везде. Что вот здесь вот, что в нашей комнате тоже. И вот тут какой-то у него тоже орнамент непонятный. С обратной стороны, правда, ничего такого. А вот с этой, ну тоже на самом деле ничего такого, но какая-то вот арка типа. Дальше вот кухонька идет. Тут вот плита пятиварочная. Большая такая столешница. Шкафы. Ну ничего такого, в принципе, тоже. Ну в таком каком-то местном чуть-чуть стиле. Тут вот, кстати, тоже какая-то, ну это типа как прихожая, но просто, хорошая зона. Тут вот холодильник еще тоже стоит. Значит, вот такой холодильник на египетский сервант. Как у нас в России, все по-простецки. Все уже там давно запылилось. Ну, в принципе, посуда. Че еще нужно? И все это вот в таком мощном серванте. Открывается он, кстати, как купе. И вот, ребят, комната. Но там закрыто, он нас не пускает. Тут вот ванная. Кстати, обычная ванная. Тоже как у нас прям стиралка, умывалка. Ничего такого тоже. Горячая вода вот так вот у всех практически. Почему тут вот нет зеркала? Очень жаль. Тут вот этот коридор небольшой. Туалет, кстати, как в Китае у нас был. Просто вон дырка в полу и все. И подмываешься вот этой вот водой. Надо туалетную бумагу нам купить с Мариной. Очень необычно. Спасибо ему за гостеприимство. Вот так живут люди в Египте. Ну, а тут вот уже улица идет. Как вам? Оазис. Все в пальмах, но и все в мусоре, как обычно. Да. Так вот везде. У египтян. Оазис Сива. Звучит, конечно, очень привлекательно. Но на самом деле, тут, блин, от остального Египта не сильно все отличается. О, есть, кстати, вот какой-то канал тут с водой. Ну, вообще тут, конечно, много. Вот очень много пальм финиковых, еще каких-то тут есть пальмы. Много там пресных источников. Есть вот какие-то озера соленые. Есть горячие источники, холодные источники. Но вообще вот это вот место выглядит, как просто какая-то вот деревня. Ну, наподобие Дахаба что-то. В египетском стиле. Ну, без моря, да. Но вот эти вот озера тут получается. Все вот загажено. Все в каких-то вот непонятно чего построено. В Дахабе даже, кстати, поприкольнее было. В том плане, что там больше инфраструктуры всякой было. Ну, ладно, мы сейчас куда-нибудь, может, в сторону Центра дойдем, посмотрим, что там происходит. Потому что пока здесь, конечно, вот так вот все выглядит. Здесь растерянка, как здесь. После этого растерянка. И здесь. Кстати, мы находимся в 50 километрах от границы с Ливией. Тоже такой немаловажный факт на самом деле. Что-то я читал несколько отзывов про это место. Все такие в восхищении вот этими вот красотами. Ну, конечно, так прикольно. Типа мы посреди пустыни вообще находимся. Здесь как бы, ну, правда, прям как оазис. Но как будто бы люди не замечают вот всего остального. Понятное дело, что тут красиво. Может, какие-то места есть. Вот эти вот озера вроде как красивые. Но, блин, в целом-то. Как бы надо же в целом все рассматривать. Почему-то никто не писал про вот эти вот местные трущобы, которые везде от нас сопровождают во всем Египте. Прикольная вот остановочка в таком вот местном каком-то старом стиле. Не знаю, интересно, сколько ей лет вообще. Такая вообще из глины и камней сделана. И какие-то вон эти... А, куски пальмы, кстати. Разрубленная пальма прям пополам. И вот проложены такие вот, как типа крыша, чтобы держалась. И вот сама крыша тоже из пальмы. Ну, опять же, а вот в остальном, блин, тоже опять все в мусоре просто-напросто. Понятно, прикольно, да. Но вот, блин, как мы можем не замечать вот этот мусор везде. Блин, это пустынная природа и пустынный вообще климат. Ночью хладрыга, днем жара. Я вот уже кофту снял, куртку снял. Все, весь разделся вообще. А мы, кстати, куда-то в сторону центра примерно приблизились. И вот там прикольно вот эти вот постройки тоже местные, какие-то старые, там полузаброшенные уже, наверное. Хотим сейчас как-нибудь туда пройтись, посмотреть на них. Так, сейчас попробуем на горочку подзабраться. Тут вот в центре города она примерно. Может быть, там вид прикольненький будет. Там как раз-то эти вот старые развалины. Тут на самом деле много вот заброшенных каких-то домов. То ли живут люди, то ли не живут. Хрен пойми. Только еще вот как забраться, непонятно тоже. Так, ну вот, чуть-чуть мы забрались. Конечно, пока еще не до конца. Но вот такой вот вид тут есть. Вон вот сделал вообще пустыня. И тут правда как оазис выглядит. А вон, кстати, озеро. Куча пальм зеленых. Блин, ну прикольненько, красиво, конечно. Если бы не вот эти вот постройки все остальные, то прям супер вообще выглядит. Так, ну ладно, лезем дальше. Тут какие-то вон пещерки есть небольшие, кстати. Надо зайти посмотреть, что там. Блин, они такие низенькие, что я туда даже не пролезу на самом деле. Ну так там. Не слишком глубоко. Не знаю. Можно какие-нибудь кафешечки туда открывать. Маленькие. Для карликов. А вон, кстати, это. Лестница еще какая-то есть. Давай попробуем по лестнице подняться. Мы добрались до этих развалин. Похоже на дагестанский гамсутль немножечко. Тоже вот вид с горы такой тут есть. Очень прям похоже. Только тут, наверное, вот эти пальмовые палки они используют. Ну а так в основном тоже какая-то глина непонятная, камни там. Все подряд. Такое вообще. Мертвый город тоже. Там вон даже какая-то крепость, типа небольшая, сохранилась. Как будто бы. То есть там вот на вершине какие-то постройки. И вокруг вот прям стена такая. И вон какие-то еще башенки небольшие. Вот эти башенки, кстати, вроде как эти. Голубятни. Похожи на... У мечети вот. Как они называются? У мечети вот эти. Похожи на минареты от мечетей. Еще один уровень прошли. Она какими-то прям пластами такая вот эта гора. Надо ее все обойти, потом подняться, потом опять все обойти, еще подняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, вот отсюда, конечно, вообще все хорошо видно. Тут вот такие плантации, куча плантаций. Пальмовых, финиковых, скорее всего. Озера, раз озеро, там вот второе озеро. Ну а среди них вот эти вот местные постройки, они, конечно, так себе выглядят на самом деле. Вот этот вот прикольный старый город какой-то, или что это такое? Какой-то некрополь, походу. Ну а остальное, да. Местные, конечно, не следят за природой. Такое все, конечно, загаженное, где вот люди. Там все прям одни развалины. Ну а так прикольненько выглядит. Сверху прям классный вид. Наш друг нас внизу встретил. Сейчас пойдем чуть-чуть по старому городу прогуляемся. Но он что-то сказал, вроде тысячи лет аж ему. А с другой стороны он сказал, что 200 с лишним лет покинули люди. Ну, типа ушли вот вниз отсюда. Тут как бы как на горе чуть-чуть находится. Ну вот сейчас немножечко побродим по этим улочкам непонятным тут, старым. Классные, конечно, тут постройки такие супер старые. Вот такие тут пещерки тоже небольшие. Походу люди раньше тут дожили. Прям в скале выбивали себе дырочки и там юдились. Они еще живут здесь? Да, здесь есть дом. Но это тоже очень старое? Это тоже старое. Но они не живут в их доме. Вы будете оставить здесь. Да, они живут в их доме, как у вас. Как у меня. Знаете, мой отец, он продал его землю. И он был партнером с моим отец. И мой отец умер. Потом мой брат говорит, что мы продаем землю. Я говорю, нет, 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 это мой отец землю. Как вы продаете? И я держу. Ну вот наш чувак сказал, вроде что, вроде он тут родился. И вроде он египтяне, но они их зовут берберы. Здесь вот я так понял, что это смешано с ливийцами. У них тут и еда своя, и все. Если вы помните, я вам в начале видео говорил, что тут Ливия недалеко, а вот все к этому же относится как раз таки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 у него. Вот этот тип тоже как китайского. Но он, наверное, помощнее, конечно, чем обычный. Разминка для спины. Об лавочке вот так побиться прям. Вообще, самое то. Тут вот все гоняют на подобных штуках. Каждый ребенок уже. Да, уже вообще малолетний какие-то прям ребят постоянно гоняют. Уже видно. Но движение нормально. В дорогах пусто практически. Такси такое вообще место включилось. Здорово. Кайф, кайф. Вокруг пальм каких-то прям начали ехать. Вот это прям классная тут дорожка. Тут даже как будто бы мусора поменьше. Мы в поля вот в эти финиковые, наверное, свернули. Мы куда-то на закат едем вообще, по идее. Здравия. Мы куда-то вообще, короче, на остров, оказывается, едем в одном из озер. Есть соленая, а есть вот эта подсыпь, как это так называется. Вот на это второй приехали. Оно вот стало выше. И тут больше воды, что ли? Да. Как поднимается? Либо земля, либо вода поднимается? Вода, наверное. Чищенная. Не такая соленая. Окей. Поездочка была, конечно, веселая. Ну вот это прям, правда, похоже на оазис. Учитывая то, что мы посреди пустыни вообще находимся. Тут вот такие вот озера. Но еще много пресной, кстати, воды. Тут-то она соленая, по идее. Ну вот можно купаться. Вон, и все, вон, в пальмах. Как мы представляли всяких мультиков себе, или фильмов, оазисов, вот тут что-то похожее. Прыгает куча туристических автобусов, кстати. И типа, ну, и вот так вот все тут красивенько. Куча туристов вон ходит, гуляет тут тоже. Русские, да, чуваки там были? Ну, не знаю, может, украинцы. Ну, что-то такое, да, похоже было. И вот такая тут, короче, тусовка. Ну, он сказал, что вообще, типа, платить надо за вход. Но якобы, как мы с ним, то не надо. О, местная одежда. Для вебинаров? Для мужчин? Для мужчин? Для женщин? А. Что это? Это только для вебинаров? Нет, нет, нет. Вы можете просто использовать это? Каждый раз? Или просто для специальных дней? Да, специальные дни и специальные времена. Это локальный локал. Блин, вот это, кстати, прикольные вообще, да? Угу. Ну, тут вот для заката место. Блин, куча вообще, кстати, народу. Я не понимаю, это... Кто это такие все люди? Туристы, наверное, из другого, из другого города, скорее всего, из Каира. Погружаемся вообще в природу местную. Ну, прикольно, тут, конечно, куча вот этих пальм. Ой, тут какой-то этот обрыв с ключом. Мы имеем в виду вопрос. Нет, мы найдем право. Может, я прыгаю. Хорошо? Но, смотрите, что дальше мы имеем в виду. В этом обрыве мы берем локал, мы сделаем две, и поставим это, как брыж. Вы знаете? Мы делаем это. Это как фарма? Да, все это. Это остров вообще прям в центре озера. Озеро со всех сторон прям окружает. Полуостров получается. Такой вот тут, конечно, пейзажик. Похож, да, чем-то на Россию. Тоже такие вот. Около речки, типа, заросли вот такие. Только тут пальмы, а у нас там какие-нибудь дубы или сосны растут. Дикая природа египетская. Не слишком много. О, тёпленькая, кстати. Опасно ещё просто тут находиться. Про что ты говорил там, да, вот этот похлеще, чем мёртвое море? Наверное, я не знаю. Наверное. Другое, да. Типа они то с Аленом зовут, а это как бы просто такое. Можно готовить на этой воде, да? Остаётся прорваться через толпу. Тут вообще просто жесть. Все люди почему-то вот на закате. Никто не ходил там, где мы сейчас ходили. И вот буквально 50 метров отходишь, там тоже типа 2-3 человека в пальмах фоткаются и всё. Все люди здесь находятся. Ну вот нас проводили там. Сейчас будем сидеть тут, тусить. Ну тут, в принципе, прикольно. В закате можно встретить. Костёрчик вон есть. Такой вот видок. Класс. 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 Субтитры делал DimaTorzok Все, солнышко заходит Такой вот у нас сегодня закат получается Ну вроде еще там полчаса где-то будет такая нормально Смеркаться будет Мы вчера ехали, вот солнце зашло И мы ехали, ехали Нормально, долго еще Тут около кастрик сидим Куча народу, но прикольно Там дорогу еще, кстати, делают, он сказал На том берегу Так будет ближе к его дому проехать Ничего не понимаем, но интересно Субтитры делал DimaTorzok 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 Одно место интереснее другого Мы сегодня приезжаем, конечно Теперь ресторан Нас опять вот довезли с ветерком прям С холодным причем Вот типа ресторан какого-то А, бедуинское вон, смотри Бедуинфуд Такой вот друг вот, когда мы чай пили, пригласил нас Сейчас пойдем смотреть, что у него там есть Такая атмосферка, конечно Повыси, блин Вот, кстати, меню Кто там шарит, может почитать А вот этот кран И антон Вот это нам посудину принесли Даже апельсин померк в середине Прикольная еда Легитряска, кстати А, суп только с мясом Будем почивать рис Салат Какой-то суп с мясом И фасоль, да Две порции Марин не будет есть Все нам, мужикам И на этом еще наш день сегодня не заканчивается Сейчас мы все подчеркнем Горячим источником Ночным Сейчас вон На тачечке теперь прокатимся С комфортом И в тепле Хотя мы утеплились Он нас предупредил Вроде как тоже на тук-туке ехать Но В итоге почему-то на машине поехали На старом Мерседесе Послушайте, вообще, как он звучит В такое вот нас место привезли тоже Что-то тут дофига Вон автобусов О, прикольно Вон ванны такие большие Живой огонь тут везде горит Ну что-то народа опять много И он тоже удивился Потому что На самом деле Тут В такое время уже не должно быть особо никого Вау Смотрите, какая ванна Горячая Ух, я люблю такую фигню вообще Вот это вот, конечно, кайф вообще Парящие водички Наслаждаться После такого дня Мы вообще любим прямо эти Нам везет на них Да, да Потому что в Абхазии нам понравилось Что здесь вообще все оборудовано Да, здесь так все модненько, кстати Мы, кстати, рядом с Соленым вот этим озером Со вторым На котором мы сегодня были первые А еще вот, еще одно Рядом с ним сейчас находимся Тут какой-то Ну, типа кэмп называется Но здесь вот просто горячая такая ванна большая Да И просто люди там тусуются вон Тут сидят Там около костров сидят А there is a lot of Springs like this Yeah? Yes But It's all near from this area But now there are many, many places It's just From, I think, 3 months or 6 months The government start to take Yeah They're feeling the business, yeah? Yeah Yeah Maybe So, this is your favorite? Yeah This is my favorite place Yeah 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 Good